Что готовит год грядущий докторам и жителям региона, на пресс-конференции журналистам рассказал начальник областного департамента здравоохранения и его замы. С 2015 года начинается серьезная оптимизация сети лечебных учреждений. Одни больницы станут филиалами других, более крупных, что предусматривает сокращение административно-управленческого аппарата и высвобождение средств. В состав Кинишемской центральной районной больницы вольется Заволжская центральная районная больница, Юревецкая и станция скорой помощи города Кинишем. Благодаря этому мы имеем высвобождение финансовых средств и оптимизацию численности, прежде всего, административно-хозяйственного персонала. Похожая ситуация затронет Шуйскую ЦРБ. Ее подразделениями станут Шуйская станция скорой помощи и Шуйская стоматологическая поликлиника. Благодаря реструктуризации Кинишемской ЦРБ будет высвобождено 16 миллионов рублей, Шуйской – 6 миллионов рублей. Деньги пойдут на зарплаты медперсоналу. По словам начальника профильного департамента, ни один медик не будет уволен. В соответствии с майскими указами президента, зарплаты здравоохранения растут и даже опережают прогнозируемые значения. У врачей это порядка 30 тысяч, у среднего медперсонала это 15-16 тысяч и 10-11 тысяч у младшего медперсонала. Не пострадают и пациенты. Напротив, оптимизация в их же интересах. Например, жители Ивановского района смогут получать медпомощь в учреждениях, расположенных ближе к дому. Когда житель Богданихи мимо Кохомской больницы городской едет в Ивановскую ЦРБ, когда житель Леснова мимо 4-й городской больницы едет в Ивановскую ЦРБ, мы сейчас ищем способ, чтобы устранить этот многолетний, многодесятилетний административный казус и чтобы пациенты Ивановского района могли обращаться по всем, будем говорить, медицинским процедурам, манипуляциям, исследованиям, анализам в ближайшее и удобное для себя учреждение. На качестве оказываемых услуг эти процессы никак не скажутся. Все больницы останутся на своих местах и процедура эта скорее юридическая. По крайней мере, по словам чиновников.